привет привет всем я что-то все как-то собиралась заснять видео но так получилось что я простыла и у меня очень сел голос ну и вообще был не было особого желания записывать честно говоря когда себя плохо чувствуешь но мне очень хотелось вам да и для себя оставить видео о том как мы отдохнули воздвиженском я решила не ждать полного выздоровления записывать вот прям сейчас хоть я еще гнусавлю и голос мой не восстановился надеюсь вы меня за это простите так что начнем я на самом деле не очень много снимала в самом воздвиженском потому что я была одна с детьми и хотелось отдохнуть посвятить себя полностью отдыху с детьми прогулкам и как-то вот не часто я бралась за камеру но тем не менее кое-что я поснимала и могу сказать вам уже сейчас прямо сразу что отдыхать нам там понравилось вот мы вообще очень любим такой загородный отдых особенно зимой потому что смена обстановки не очень далеко от дома свежий воздух отсутствие бытовухи в общем ты отдыхаешь в отеле да но просто недалеко очень от дома это очень круто там прям возле места ну что это как сейчас мы въезжаем на парковку разбега с разгона ой мамочки признаюсь сугроб ты обстала криво все хлябра что это такое вообще ну так вот я сняла обзор номера в общем обзор номера смотрим ну и как всегда такой традиционный обзор номера вот заходим зеркало здесь ванна сразу ванна очень большая именно ванная комната с большим зеркалом с большим умывальником с множеством ящичков ну честно говоря зачем такой огромный я не знаю в общем ванна действительно очень большая тут хоть плясать можно у меня кстати очень большой вопрос то почему такая огромная ванна фен работающий ну в общем ванной все совершенно работает все замечательно все чисто аккуратно наносить на огромное хоть у нас номер и супериор вот сама комната она небольшая вот ну в общем ладно это такое отступление также здесь есть прихожая такая с вешалочками с отделом для обуви шкаф довольно такой хороший приличный сюда поместится много одежды вешалочки то есть ну в принципе все достаточно хорошо продумано сейф работающий все есть извините за мой голос я немножко осила так вот это уже непосредственно комната сама у нас было две раздельные кровати для нас с матвеем и маленькая кроватка для варечки которая туда еще замечательно помещается и для пинки пальм лампы раз лампа два и вот такой вот цвет но света в принципе хватало хватал мини-бар маленький холодильничек такой там вода но все как положено и еще тумбочки это тоже тумбочка вот эта тумбочка с мебелью здесь все в порядке обычный номер на полу ковролин тепленький чистенький кондиционер здесь работает только в летнее время ну у нас первый этаж и балкончик на который мы не выходили потому что холодно у нас вид на какой-то дом похожий на ну что ж пока вы смотрели я тут уже сходила в магазин вернусь домой чудеса монтажа и что я хочу сказать номер нам конечно же очень понравился нам было там не тесно хорошо втроем но на четверых уже он был бы конечно маловат и нам нужно было брать бы уже семейный номер ну и немножко подробнее о самом доме отдыха я конечно же оставлю ссылочку вам на него ну так коротенько мы туда ездили на каникулы матвея и покупали саму путевку по купоном что и вам очень советую отслеживать выгодные предложения на биглеоне купи-купон в общем там периодически выпрыгивают такие очень приятные цены на отдых в подмосковье в некто на непопулярные даты бывают очень приятные предложения такие с 30 процентной скидкой например непопулярные даты это имеется ввиду на будние какие-то дни либо может быть даже в ноябре на выходные дни могут быть предложения на февральские выходные могут быть предложения но на праздничные дни и такие популярные выходные вот конечно вряд ли вы найдете но нам вот в этот раз очень повезло мы купили по моему с 30 процентной скидкой и замечательно съездили так вот этот дом отдых он располагается недалеко от города серпухов из красногорска мы добирались примерно два с половиной часа выезжали мы около двух дня и соответственно к пяти где-то мы были на месте заселение происходило в пять часов к этому времени было уже достаточно много народу регистрации но номер мы ожидали всего лишь полчаса что в принципе нормально ездили мы на оэнклюзик то есть у нас было можно сказать четырехразовое питание мы завтракали обедали ужинали еще был 5 о'клок это ну типа чаек там с печенушками мы тоже ходили после прогулки самое оно еда хорошая добротная ничего там такого вызывающего сомнения у меня не нашлось диетический стол что очень удобно для родителей с детьми не для тех кто придерживается такого диетического питания на пару там отварного все такое то есть голодными мы никогда не были вот всегда всем всего хватало то есть не было такого что мы приходим чуть позже уже все расхватали все пустое нет всегда была еда в наличии в любом в любое время в общем единственный такой момент но это вот от меня такое пожелание там вся еда была расположена в линию в такую то есть и горячие и холодные стояли в одну линейку и когда очень много народу приходило это было в начале трапеза обычно выстраивалась такая небольшая очередь и меня это все время взбивало с толку потому что все вот так гуськом шли там положат себе чего-то еще тебе не нужно класть предположим еще следующие пять салатов но ты все равно стоишь в очереди чтобы наконец добраться до горячего в общем не понимаю почему они холодные закуски не могли бы вынести на какой-то отдельный остров на отдельный стол чтобы все могли подходить спокойно и брать и горячие блюда подавались не в такой таре которая открывается вот так сверху крышкой вот она открылась и зафиксировалась а горячие блюда подавались с крышками которые нужно было снимать и куда-то ставить то есть вот за тобой стоит человек он что-то берет и тут значит он не знает куда эту крышку положить и я не знаю ну в общем вот такие какие-то небольшие недочеты которые меня лично не очень раздражали ну точнее совсем не раздражали просто ставили в тупик типа чё все уже давно так делают а вы чё не додумайтесь ну вот как-то так немножко вот ну и мы там конечно основной момент чем мы занимались мы гуляли 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 посмотрите как мы гуляли а я пока поставлю чайник а и это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такой фитнес Покатать детей по очереди На ледянке, на ватрушке Супер! Все пирожки и булочки Отрабатываются Круто! Круто-круто! 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 какао, заливаю это все кипятком, и потом добавляю еще свое любимое соевое ванильное молоко, и мне невероятно вкусно, это мой самый вот сейчас любимый напиток, я его пью два раза в день, потому что, ну, все-таки какао, здесь все-таки немножко сахара, вот, и сейчас у меня будет второй завтрак, я буду есть творог с этим божественным напитком, и так, вернемся к нашим, ну, не баранам, конечно, к нашему отдыху, на чем мы остановились, значит, мы гуляли, 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 очень замечательно, погода была просто восхитительная, нам повезло, невероятно просто, я считаю, с учетом нашего климата, мы просто везутчики, мы нагулялись, накатались, мы там брали напрокат тюбинг, там же можно брать и коньки, и лыжи, и даже на упряжках с собачкой можно было кататься, и на снегоходе, все там очень активно этим пользовались, только тюбинги брали, Варя на тюбинге кататься отказалась абсолютно, поэтому я ее на ледянке там с горочек покатывала, вот, а мочек покатался с удовольствием, вот, там есть площадка детская, там горки, ну, вот для зимнего отдыха, я считаю, там просто все есть, большая территория, там даже какие-то исторические постройки вот этого, как там, ну, воздвиженская, это была усадьба какая-то, я, если честно, исторические никакие моменты не прочитала, не знаю, если вам интересно, исследуйте, мы в следующий раз, может быть, послушаем, там была экскурсия, но было достаточно холодно, чтобы стоять и слушать, поэтому, ну, и плюс дети, им было это не очень интересно, поэтому мы носились, катались, вот, также там есть бассейн, в котором я не снимала, с бассейном у нас случился казус, обычно на зимнем отдыхе у нас такой распорядок дня, мы с утра завтракаем, собираемся и идем в бассейн, и здесь мы также поступили, до бассейна нужно было идти по территории, то есть он не был совмещен с основным корпусом, то есть нужно было идти на улицу и дойти до бассейна, что мы сделали, вот, бассейн обычный совершенно, там ничего никаких, горок нету, обычный такой стандартный бассейн, там красивенько так было все оформлено, я думаю, ну, вот сейчас мы первый раз ходим, а потом я поснимаю на следующий день, и мы пришли, тапочки, шапочки, все это как нужно, слушайте, мы залезаем в бассейн, и я понимаю, что там, ну, не знаю, градусов 20, наверное, вода, может быть, даже меньше, и мой ребенок, Матвей, который занимается в бассейне плавает, он залезает и говорит, мама, тут жуткий колотун, я не могу, прям ноги сводит, реально, прям, ну, жутко холодно вообще, и я тут, значит, с Варей стою и думаю, что мне там опускать, не пускать, в общем, я вот прям как-то в смятении, в общем, я говорю, все, давайте вылезайте, мы, значит, вылезли, побежали скорее в сауну, там совсем небольшая, маленькая такая сауна, открываем дверь, там просто народу куча, все сидят, знаете, такие, как на жердочках такие, скукоженные, и греются, потому что все задубели конкретно, и на табло написано, плюс 29 воздух, плюс 29 вода, ну, ребят, ну, что вы, мы, в общем, оделись, я выхожу на ресепшн, говорю, слушайте, что у вас такая холодная вода, говорю, ну, просто нереально, там написано 29, но она, говорю, не 29, она, дай бог, 20 там, потому что прям бррр, они говорят, что, типа, у нас там что-то поменялось, что-то там мы сделали, и, в общем, вода еще не прогрелась, приходите завтра, ну, и, короче говоря, на завтра я встала вот с таким голосом, смотрю на детей, мне начинают чудиться сопли, мне начинают, я думаю, нет, 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 никакого бассейна, в этот раз без бассейна, в общем, случился облом такой в этом смысле, но мы очень хорошо это компенсировали прогулкой, мы просто после завтрака шли на прогулки, там, кстати, еще были всякие разные анимации, но для возраста Матвея, и еще была детская комната, но она была тоже такая довольно-таки маленькая, я туда Варечку там один разочек отвела и больше не водила, в общем, мы гуляли, там еще были игровые автоматы, я их вам тоже покажу, и еще там была детская дискотека, вот я вам ее покажу, классно, кстати, там очень веселенькая такая, и еще было химическое шоу, нам очень понравилось, тоже, немножко я там поснимала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И еще мы там ходили в последний наш вечер в ресторан, ресторан называется Фикус, слушайте, очень классный ресторан, вот прям блюда такие, ну не могу сказать, что прям суперавторская, там какая-то кухнишка, ну реально все очень вкусно, мы с удовольствием сходили, дети захотели пиццы, ну отдых, знаете, хочется, вот я с удовольствием съела там цезарь, тунец там потрясающе вкусный был, мне очень понравилось, и потом был там фондан шоколадный, или фондат, как он называется, тоже очень вкусный, в общем, ни капли не пожалела, 3 тысячи там с чем-то мы оставили, ну в общем, такие московские цены, вот, средние, глинтвинчику там я выпила, вот, ну в общем, в принципе, там есть барчики, там есть бильярдик, ну то есть там есть караоке, в принципе, для отдыха вот такого на 3-4 дня, вот, замечательно, недалеко, все есть, летом там тоже, наверное, хорошо, потому что там еще какой-то типа пруд, или что там речка такая, ну замерзшая сейчас была, вот, так что отдохнули мы замечательно, только я простыла, я сначала в бассейне холодном искупалась, а потом детей там накатала на горках, и вся такая, ю-ху, и, в общем, до сих пор я никак, я уже, конечно, можно сказать, выздоровела, просто вот это остаточные явления такие дурацкие, они никак не проходят, ну, в общем, это все, что я хотела вам рассказать о нашем отдыхе, вы как выезжаете за город, любите такие зимние выезды, я обожаю, я просто обожаю, я с удовольствием 2-3 раза вот в этот осенний-зимний период куда-то выезжаю за город, и прям очень мне нравится, именно в дом отдыха я имею в виду, вот, ну, в общем, давайте с вами будем пока на этом прощаться, вот, если какие-то вопросы у вас есть, вы можете их мне задать в комментариях, я постараюсь ответить, спасибо всем за просмотр, если вы на меня не подписаны, то подписывайтесь, я стараюсь максимально, регулярно, насколько это возможно, выкладывать видео разного формата и про вязание, и про нашу жизнь, и я, кстати, довольно часто появляюсь в инстаграм, у меня есть там 2 аккаунта, мой вязальный магазин и мой личный аккаунт про жизнь, про вязание и так далее, снимаю истории, так что заходите, ссылочка будет внизу, и всех целую, всем пока, буду есть свой творог. Субтитры сделал DimaTorzok